Тоже с моря, только с Черного в Хакасию приехал 72-летний путешественник. Но в отличие от обычных туристов, колесит он по стране на велосипеде. Только представьте, тысячи километров пенсионер преодолевает на своем двухколесном транспорте. И это в таком-то возрасте. Александр Гречкин, житель Волгодонска и его верный железный конь, сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Александр Степанович. Добрый вечер. Александр Степанович, ну вот сложно поверить, что вот эта техника может проехать тысячи километров. Ну, техника хорошая, проезжает. Естественно, случаются поломки. Ну, приходится по ходу веломарафона ремонтировать. А что вы с собой возите? Ну, понятно, вот я вижу камеру, а что еще? Есть, значит, вещи, которые необходимы, просто необходимы. Это палатка, я все время, спальный мешок. Это небольшой запас продуктов какой-то. И покрышки, резина. Как часто вам случается ночевать под открытым небом? Ну, практически большую половину ночую под открытым небом. Это в лесу или на берегу озера, или дешевая гостиница. Самая экстремальная ночевка, которую можете припомнить? Может быть, самое интересное? Самая экстремальная ночевка была... Я из Мурманска ехал в Новороссийск. Это три с половиной тысячи верст. Встречал я и ехал я зимой. Это был миллениум, я так встречал. Вот решил так отметить, значит, и в Карелии я под сосной встречал Новый год и чуть не замерз. Прям в спальнике залез, одеты, и все. Ну, вот так не могу. Где-то было вроде и не очень холодно, минус 22. Вот так, ну, вот это вот самое экстремальное было. Ну, еще можно назвать... Александр Степанович, а в чем секрет вообще вот вашего такого здоровья, ну, собственно, в таком довольно уже почтенном возрасте? Ну, в 81-м году я начал усиленно заниматься. Вот разработал для себя целую систему, комплекс. Вот, значит, там туда входит моржевание, круглый вот бег, утром десяточка. Это периодическое голодание по полю Брега был такой, вот. Ну, баня, самовнушение, вера в то, что... Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, да, здоровый образ жизни, да. И из 26 веломарафонов я не все завершил благополучно. Только в Мюнхене, это Германия, я и туда ездил. Значит, там наши соотечественники меня обокрали, я вынужден был вернуться. С Украины ребята хорошие попали, все с ними ночевал. Ну, утром проснулся, срезан... Ну, с деньгами сумочка была. Ну, они документы оставили, они на машине уехали. Ну, думал, ну, так вот, полустой... А больше все-таки встречается хороших людей? Да, безусловно, безусловно. Вот этот марафон, особенно север, он просто поразительный. Удивительно толерантные люди, удивительно. Добрые. Вот я сюда приехал, собственно, не такой уж я великий и знаменитый человек. Встречал министр спорта, я зашел, встречал замминистра Струкова. И вот все вопросы, которые там нужно остановиться, это на бытовом уровне. Кому не подойдешь, я просто очарован Хакасией. Я останавливался еще в Аскизе, ее называют сердцем Хакасии. Тоже там меня так хорошо встретили. В общем, ночевал на стадионе. Они очень-очень добрые люди, очень. А куда дальше? А дальше Тува. Это будет, вероятно, поэтапный веломарафон. Это будет, потому что зима начинается. Наверное, последняя Кызыл. Родина министра обороны. Спасибо, Александр Степанович. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Александр Степанович Гречкин. 72-летний велопутешественник. Спасибо.